Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! С вами Татьяна Сидоренко, и сегодня я вам расскажу свою страшную тайну. Все мои клиенты, абсолютно все, точнее, если быть точным, то процентов 90, ходили у меня с красивым педикюром, кроме меня самой. Плюс сейчас у нас идет стройка, наконец-то вырос у нас газон на участке, и я кашу газон сама. И как вы видите, под ногтями сейчас не грязь, а остатки зеленой травы. Поэтому давайте все-таки уже наконец-таки преобразим мои ножки и посмотрим, что из этого получилось. Ну а я вам расскажу, что будет у нас педикюр, который я очень давно хотела сделать, и такого цвета у меня еще не было никогда. Итак, длину я убираю фрезой, так как у меня просто не оказалось никаких кусачек под рукой. И в принципе это делать удобно, но не на себе, то есть на себе я бы все-таки лучше убрала длину кусачками. Поэтому оставлю ссылочки на все материалы и инструменты, которые буду использовать в этом видео. Кстати, все товары, которые я буду использовать в этом видео, у меня из магазина Эстетик Нейлс. Все потому, что там стартовала огромная распродажа со скидками до 50%, плюс участвуют почти все категории, даже оборудование, материалы для дизайна, базы, топы, гель-лаки. И самое главное, что в этом магазине можно делать рассрочку. Рассрочка действует при покупке от 1000 рублей, оформляется она легко, быстро, без всяких документов, кредитного договора и так далее. Это очень большой плюс, потому что таких рассрочек нет ни на одном абсолютно сайте. Шабером мы отодвигаем кутикулу после того, как сняли глянь с натурального ногтя. И делаю я это очень аккуратно, потому что кутикула у меня прилипла, и последний раз педикюр я делала себе около 3,5 месяцев назад. Был розовенький такой, с сердечками, если вы помните. Если честно, конечно, я страдала, но времени у меня на себя не было абсолютно. Ну а тут уже, так как пришел мой цвет, который я очень давно хотела, я решила все-таки выделить на себя время и, наконец-таки, уже преобразить ножки свои и ходить в босоножках, не стесняясь своих ног. Напишите, пожалуйста, вообще в комментариях, делаете вы себе педикюр или нет, или ходите к кому-то другому, или делаете только обработку без покрытия. В общем, будет интересно почитать ваши процентные сообщения, ваше процентное соотношение. И еще посмотрим, как я делаю пяточки на себе и расскажу, почему я это делаю не всегда. И вообще все, как делаю, все расскажу, покажу, оставайтесь со мной. Взяла вот такую вот большую фрезу, вообще на себе, именно на себе я тестирую разные фрезы, разные. Материалы, разные обороты и так далее. И вот этой фрезой на себе мне, в принципе, понравилось работать. У нее достаточно большой диаметр. Да, она, конечно, не обработает глубоко, но скажу вам по секрету, когда я записывала звук видео, я видела свои ногти намного ближе, чем когда я вообще делала себе педикюр. Ножничками тоненькими от Silver Star аккуратно отрезаю кутикулу. Они у меня самые удобные, особенно для работы на себе, потому что у них короткое полотно, я уже как-то вам об этом говорила. После среза, естественно, я прополировала, зашлифовала кутикулу и смотрим, что я делаю дальше. Так как, напоминаю, что у меня под ногтями была зелень, трава. Это не пыль, ноги были мытые, чистые. Но вот эта трава, точнее сок от травы, он вообще ничем не оттирался абсолютно. Конечно, немного стыдно, поэтому я решила все это прикрыть классным ярким гель-лаком. Кстати, наносила я флекс-базу от Grape. У меня такая база уже была, заказала ее повторно еще раз в Esthetic Nails. Скажу, что это идеальная база для педикюра. Она пластичная, она жидкая, но в меру жидкая. То есть она не растекается, работать ей очень удобно и приятно. И также я эту базу использую как подложку под гели или использую на каких-то ногтях, которые, в принципе, не требуют, знаете, особого выравнивания, у которых и так архитектура хорошая. То есть присмотритесь, и бренд мне нравится, и сама база вот эта, она классная. Дальше я достроила себе именно на этом пальчике уголочки акригелем. И все потому, что у меня они сломались. Есть у меня такая особенность, врезаться большим пальцем во все абсолютно. В диваны, в табуретки, в стулья. Напишите, пожалуйста, что я не одна такая, вы тоже, бывает, ломаете всякие уголки. Я сделала это максимально тонко. Думаю, ну, когда ногти отрастут, я просто возьму, уберу длину, все это спилю и все. И сделала покрытие базы я тонким слоем. Но если вдруг видела какую-то неровность, все-таки тонкой кисточкой я подправляла. И вот он мой красавчик 110 цвет от Nail Republic. Он очень красивый, травянистый, зеленый цвет. И я давно мечтала о зеленом педикюре, но, если честно, я это сделать боялась. Объясню почему. На ногах я предпочитаю, да и клиентам с вами советую, делать цвета более теплые. То есть приближенные к каким-то натуральным. Но ведь если задуматься, зеленый это один из самых натуральных цветов. Да, он природный. У нас такого цвета листва, трава и так далее. И я никогда бы не подумала, что он так красиво смотрится. Особенно с одеждой или с джинсами, с босоножками. В общем, очень мне понравился этот зеленый. И я его рекомендую, модный цвет. Блесточки, кто помнит, они у меня сейчас на руках. Это Monomia Euphoria номер 5. Они, видите, тоже с таким зеленым небольшим отливом. Но где-то голографические. Я их выложила немножко у кутикулы. Выкладывала я их кисточкой, брала по одной блестке. Чтобы не допускать лишнего объема материала. И от Nail Rebublic взяла вот такой вот камуфлирующий гель-лак. Напомню, что на ногах у нас не должно быть никакой толщины. Поэтому я тоненько-тоненько нанесла этот гель-лак с отступом приблизительно 3 мм от кутикулы. И сделала растяжки. То есть часть блесток у меня получилась под вот этим гель-лаком камуфлирующим. А часть прямо яркий. Смотрится издалека просто бомбезно. И рисую френч. Естественно, зелень-то всю надо прикрыть. Я же вам рассказывала. Поэтому тоненькой кисточкой я нарисовала френч. Посмотрите, кстати, какой плотный зеленый. И отлично он перекрыл свободный край. И отлично в один слой он лег именно на френче. На ногтях я его наносила в два. Обязательно опиливаем торец. Куда же без этого. И приступаем к пяткам. С пяточками у меня в принципе нет проблем. Никаких трещин, никаких мозолей. Ничего такого нет. Но обратите внимание на цвет. И еще раз напомню, что это не отмывается. Кстати, для моих подписчиков в магазине Эстетик Нейлс есть промокод Таня на скидку 300 рублей при покупке товаров на сумму от 2000 рублей. Промокод этот действует до конца июля. Я взяла маленький диск. С-очка тоже брала его в Эстетик Нейлс. И работала я двумя абразивами. Если обычно я беру абразивы 240 и 180, то сейчас я начала уже с 240 и потом перешла на абразив 320. Кератоза особо не было. Убирать здесь тоже особо было нечего. Да, я немного размягчила пятки. И в принципе рассказываю свой секрет, как же я делаю себе. Я сижу на стуле повыше. И у меня стоят две табуретки. Сверху стоит свет. Еще один свет. И штатив. И вот таким вот образом. То есть я сижу чуть выше, а ноги мои находятся чуть ниже. Вот таким образом я снимаю для вас вот такие вот полезные видео. Стараюсь с вами чем-то поделиться. Вот он абразив на 320. И его я уже использовала как точистка и как полировка. Работала я на скорости где-то 20 тысяч оборотов. В принципе обработала я очень быстро. Зашлифовала, заполировала. Потом просто нанесла уходовые средства. И еще я оставлю ссылочку. Я наносила нейтрализатор после кератолитика. Это нужно делать обязательно. Просто к сожалению у меня уже памяти не хватило на телефоне. Но ссылочку я вам под видео оставлю. Обязательно переходите, смотрите. Вообще, если вы используете какие-то ремуверы для кутикулы или кератолитики, нейтрализатор нужен обязательно. Тем более стоит он совсем недорого. Пятки получились нежные. Но и самое главное чистые. Поэтому жду от вас лайков, обязательно и комментариев, что вы можете сказать по поводу моего педикюра. Вообще, я понимаю, что зеленый цвет достаточно нестандартный на ногтях и на ногах. Но мне очень нравится. В принципе, хорошо подобран. Бежевый с зеленым хорошо смотрится. Блестки тоже пошли в тон. И в босоножках смотрится просто супер. Но все-таки я жду ваше мнение в комментариях, как вам этот цвет и вообще, как вам такой педикюр. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и не забывайте нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. С вами была Татьяна Сидоренко. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok